Память павших во имя независимости и территориальной целостности 20 января чтят и в странах Азии, в том числе в Японии, Южной Корее. Подробности узнаем у собственного корреспондента CBC в Китае, Альбина Абдурахманова. Она с нами на прямой связи. Альбина, здравствуй. Здравствуй, Ильнара. Да, вы абсолютно верно отметили, уже поделились публикациями, носящими информационный характер в японских СМИ и официальных соцсетях посольства Азербайджана в странах Юго-Восточной Азии. К примеру, на сайте японского информационного портала Ejimedia опубликована статья, в которой повествуется о том, что сегодня 33-я годовщина трагедии 20 января 1990 года, что азербайджанцы со всего мира буквально сегодня чтят светлую память невинных жертв этой расправы. Учлененной Советской Армии. И в статье авторы подробно рассказывают о том, что 33 года назад поиска Советской Армии без предупреждения были введены в столицу Азербайджана, в город Баку. И то, что граждане Азербайджана тогда гордо сплотились в борьбе за независимость своей страны. В статье также уделяется особое внимание и отмечается роль общенационального лидера Гейдара Алиева, который осудил эти преступные действия. Это действительно террористический акт не только в отношении азербайджанского народа, но и в целом против человечности со стороны советской власти. Кроме того, также добавлю, что в статье также говорится, что воли азербайджанского народа сломить тогда не удалось. Благодаря мужеству и героизму, проявленному азербайджанским народом, страна добилась своих целей, что сегодня Азербайджан — это независимое государство. И причем отмечается, что Азербайджан добился буквально всех своих целей. И сегодня Азербайджан также страна-победительница. И в 2020 году под руководством Верховного Главнокомандующего президента Азербайджана были освобождены азербайджанские земли. Это также указывается в статье. Что касается Южной Кореи, на официальных страницах посольства Азербайджана в Республике Корея были размещены несколько публикаций. К примеру, в последней публикации посольства в фейсбук-аккаунте, которая сопровождается фотографиями с площади Азадлы, где 33 года назад спасился азербайджанский народ, аллеи героев, куда сегодня приходят почтить память жертв этой трагедии, и официальным документам, которым предоставлена подробная информация о произошедших событиях. И публикация отмечается, то есть сопровождаясь такая надпись, как «Мы склоняем головы перед ни в чем не повинными жертвами трагедии 20 января». И то, что этот день является днем скорби и героической страницы в истории Азербайджана. Также на странице посольства Азербайджана в Южной Корее мы можем увидеть репосты, репосты, публикации президента Азербайджана и вице-президента Азербайджана, которыми они поделились в социальных официальных аккаунтах, в различных социальных сетях в связи с этим днем. Также отмечу, что сотрудники Азербайджана в Китайской народной республике, они также в своих аккаунтах в китайских социальных сетях Weibo, WeChat и Taotiao поделились информацией о произошедшей 33 года назад трагедии с азербайджанским народом. Спасибо большое, Альбина. Я напомню, что на связи со студией из Китая была собственная корреспондент CBC Альбина Абдурахманова. Продолжение следует...